привет вселенная это сергей ульянов сегодня у нас 18 июля 2022 года 8 часов 7 минут по калифорнийскому времени и на канал возвращается моя долгожданная любимая рубрика новостных обзоров и я уже раньше вел подобные обзоры до того как началась война и все прочее когда у меня было время на это все ну значит хороший 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 знак да мне чуть-чуть освобождается время для того чтобы записывать видео с обзорами но на какие-то текущие события это прекрасно я решил что я не буду так как у меня новость сегодня первая связанная с законопроектом в россии до таким неоднозначным я решил что я не буду делать обзор только на одну какую-то новость про только как вот в россии вот плохо ли хорошо ли да я сделаю обзор на две новости одна из них будет про россию вторая будет про сша и будем рассматривать как-то в параллели это да чтобы не было какого такого вот я топлю так за сша или я топлю за россию будем смотреть и обсуждать то что есть то что есть и как оно происходит в разных странах ну что ж первая новость да про то что в госдуму рф внесли законопроект о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений ранее он распространялся только на несовершеннолетних вы помните я думаю согласно новому законопроекту пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений будет приравнена пропаганде войны и разжигание национальной расовой или религиозной В пояснительной записке к законопроекту говорится, что необходимость запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений вызвана популярностью движения child-free, педофилии, угрозой демографии, экономического роста, защитой семьи и духовных ценностей. Также законопроект предполагает запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на фильмы, допускающие пропаганды нетрадиционных отношений, говорится в документе. Так, своей дикцией я займусь чуть позже, прошу прощения. Ну что тут скажешь? В первую очередь, конечно, какие есть у меня мысли. Я считаю, что это напрямую связано с военными действиями, с тем, что сейчас происходит в отношении того, что Россия теряет огромное количество мужского населения, да, судя по всему, собирается продолжать терять, и поэтому не хочет терять свой мужской генофон, как это было во время войны, ну и, собственно, хочет таким образом получить хоть какой-то маленький до процента рождаемости дополнительной в стране. И другое дело, что, конечно, я знаю такие случаи, я думаю, что миллениалы об этом не знают, а вот еще вот у людей, которые вот как мне, 34 там, да, года, могут знать о том, что раньше действительно многие мужчины заводили семьи, и, ну да, и получается рождаемость так как-никак, несмотря на то, что они встречались после там, да, после семьи, там, после работы, я не знаю, на выходных, не знаю, где, как, на рыбалке, там, со своими, со своими, с теми, с тем человеком, которому действительно был мил их душе, вот, и жили такой двойной жизнью. Да, наверное, с этой точки зрения, даже у меня, я, есть такая история про то, как у моего, один из, в общем, когда я вот только-только стал, в общем, понял, что я являюсь гомосексуалистом, господи, звучит-то как-то вообще, в общем, когда я почувствовал, что я гей и зарегистрировался впервые на одном из сайтов, получилось так, что я там встретил одного из отцов своего, одного из отцов, одного друга, в общем, отца своего друга, друга детства, вот прям, как в песне у Стрыкало, да, папиным другом детства, детства. Я абсолютно серьезно говорю сейчас, это, понятное дело, что я не скажу, кто это, что за друг, чей отец, и вообще, ну, тем не менее, вот такая ситуация, и у человека семья, там, дети, и все такое, а вот, а на самом деле хочется совершенно другого. Не могу давать никаких оценок, но все это вот как раз-таки создано такими законопроектами, по сути, разрушенная жизнь, разрушенное, там, да, там, желание, там, серьезная психологическая травма, вот, тем более, что не, ну, то есть, я в этом смысле всегда переживаю, вот, даже, да, больше за женщин, которые вот так вот свою жизнь как-то, да, сводят с таким человеком, а потом, а потом получается так, что, ну, вот так, как получается. Конечно, у современного поколения должно быть поменьше проблем с этим, потому что люди, выращенные на, там, на сериалах секс-эдукейшн и, там, эйфайрия, конечно же, будут уже проще. Я даже сейчас обращаю внимание на то, что многие пары, у которых, у мужчин, в которых у мужчины есть какое-то влечение, там, ну, то есть, какая-то бисексуальная составляющая, многие девушки сейчас вполне открыто говорят, ой, мол, давай встречаться втроем, там, весело, прикольно, встретились, и, типа, и мужчина в доме, и я еще с двумя, типа, там, повеселилась с мужчинами, думает девушка. Ну, то есть, на сегодняшний день как-то все это проще, и я знаю о том, что, ну, вот здесь и сейчас как-то, ну, то есть, до сегодняшнего дня этот процесс как-то происходил, ну, я не знаю, все это шло к какой-то, вот, какому-то взаимопониманию, в том числе и у девушек с парнями, и те парни, которые хотели завести семью, но при этом, я имею в виду гетеросексуальную семью, но при этом и не против были бы сходить куда-то там, попробовать что-то другое, как-то этот процесс урегулировался внутри семьи без какого-то законодательного вмешательства, да, и, как говорится, и волки сыты, и овцы целы там, да, но, но, видимо, видимо, что-то произошло, что-то пошло не так. Вы же понимаете прекрасно, что такой законопроект, конечно же, развязывает руки, прошу прощения, сейчас я уберу вот этот вот значочек, такой законопроект развязывают руки судебной системе, и под него можно любую, любую, любую шутку, любое выражение, любой мем, сообщение в соцсетях расценить как угодно, да, особенно то, что связано там с child free, ну, как бы, то есть, если девушкам хочется сказать о том, что она не собирается заводить детей, и она считает, что это нормально, то есть, это уже считается призывом к пропаганде семейных, ну, то есть, отсутствие семейных ценностей, я даже не знаю, как у меня не формулируются такие, у них вот формулируются такие законы, у меня не формулируются такие выражения, предложения. Хорошо, ну, то есть, что еще можно сказать, да, угроза демографии, экономического роста, защита семьи, духовной ценности, ну, как бы, про духовные ценности уже все сказано было раньше, тут недалеко ходить не надо, да, повторюсь, Россия светское государство и духовные ценности никакого отношения не могут иметь к сексуальным взаимоотношениям, вот, это вообще две разных графы, и они в законе официально, в Конституции прописаны, но, понятное дело, что на деле происходит иначе, по какой-то причине. И раз уж речь зашла о том, что, о педофилии, и вообще, вот, ну, как бы, вот это вот под одну гребенку постоянно все собирается, мне это абсолютно не нравится, и более того, что на сегодняшний день у меня есть возможность, там, да, жить в стране, в которой нет, нет запрета пропаганды, нет запрета для того, чтобы людям приходилось скрывать, кто они есть, и, ну, мы прекрасно видим, что рождаемость, да, не падает, все подряд геями не становятся, больше бисексуалов не становятся, и вообще, и вообще, в целом я здесь не вижу, в принципе, ну, то есть, я вот, я вижу радужные флаги, я два раза видел людей обнимающихся, вот, за все время, пока я здесь нахожусь, ну, то есть, ну, то есть, чем меньше запрещаешься, тем меньше людям хочется вообще этого, в принципе, делать, ну, люди живут свою жизнь, как-то, я смотрю, и ничего не происходит, что меня, правда, очень сильно беспокоит в этой ситуации, это подростки, потому что, потому что, когда я был подростком, честно скажу, когда я понял, что я, что я испытываю интерес к парням, парням, меня это очень сильно испугало, в том плане, что я думаю, ну, все, ну, то есть, это будет тяжело в этом обществе еще иметь симпатию к парням, я уже тогда понимал, что, ну, жизнь у меня будет, ну, просто, я не знаю, я не прошу меня понимать, да, именно поэтому я сейчас в Америке, именно поэтому я сейчас прошу убежище, потому что той аудитории, которая со мной, да, которая может меня видеть, я не прошу ее понимать о том, что сложно представить, ну, вот, я не знаю, вот, к человеку, вот, тот, к тому человеку, который меня смотрит, может ли он себе представить такую ситуацию, если он гетеросексуальных, в гетеросексуальных отношениях, может ли человек себе представить, что ты никогда в общественном месте не держал там свою девушку или своего парня за руку, да, никогда там не просто вот вы едете, здесь даже не важно, целуетесь вы или не целуетесь, здесь речь о том, что ты просто не обнимал никогда своего любимого человека в публичном месте, в кино вы ходите вместе, и никогда ты не держал свою вторую половинку за руку, да, ты никогда не можешь юридически закрепить ваши взаимоотношения, здесь речь даже идет не о какой-то, там, вот, 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 любовь навсегда, здесь идет речь о том, что вы имущество вместе какое-то, да, делаете, там, создаете, там, покупаете, там, обретаете, то есть вы, там, с точки зрения медицинских, там, вот, тех историй, когда ты, да, не можешь своего любимого человека посетить в больнице, потому что вы, как бы, типа, не родственники, там, да, такое же тоже бывает, и человек, то есть люди в двух отношениях не защищены никак юридически, это, ну, это просто тяжело, и когда, вот, я был подростком, мне очень жаль, вот, ведь в России была такая организация, которая называлась Дети 404, она была специально создана для того, чтобы подросткам, которые, вот, находятся, вот, в осознании, да, которым очень тяжело, которые просто поняли, в какой они стране родились со своей, вот, этой комосексуальностью, и потом в таком каком-то внутреннем находятся шоке, у них стресс, там, да, эта организация, там, предоставляла услуги бесплатных психологов, там, ну, то есть полную поддержку, вот, да, для того, чтобы неокрепший организм, понимающий, что его семья может выгнать из дома, там, да, или уже выгнала из дома, там, в общем, каким-то образом помогали, ты в стране находишься, в которой религия, да, говорит тебе, что ты грешник, что ты должен сгореть в огне, это вот та самая религия, которая говорит о любви ко всем, да, абсолютно ко всем, она говорит о том, что эти люди должны умереть, там, да, они говорят, что они должны гореть в аду и так далее, и так далее, что они заслуживают жизни, и вот дети, когда вот это все смотрят, они хотят, ну, то есть многие дети кончают жизнь самоубийством, у меня есть об этом песня, я сделал проект, такой проект, он, ну, получился как проект, вообще, песня, я совместного авторства с парнем, с Александром в прошлом сейчас, это Алик Нейман, я записал песню, называется она «Это любовь моя», она есть у меня на канале, и получилось, видео получился такой, такой социальный проект, который рассказывает, я рассказывал в нем свою историю, когда я точно так же, будучи, ну, вот, подростком, меня, у меня избили на улице, я впервые в жизни сделал эмилирование, и эмилирование сделал, ну, то есть, ко мне в этот же день, ну, или на следующий, я шел по городу, и на меня напал парень, и избил меня, я ударился об угол, это было в универсаме, в универмаге, в универсаме центральной, в самом центре города Минска, напал на меня за мои покрашенные прядки, там, эмилирование было, мне было 16 лет, и я после этого хотел покончить жизнь самоубийством, я нашел в каком-то, то есть, у меня были швы, у меня было сотрясение мозга, у меня было три шва, ну, то есть, они до сих пор еще есть, ранка эта на голове до сих пор есть, после этого я хотел покончить жизнь самоубийством, я нашел у бабушки в ящике какие-то просто таблетки, я не знал, что за таблетки, просто все подряд там, начал есть эти пачки, ну, то есть, жменьями эти таблетки, горстями эти таблетки, запивал это все водой, и я очень сильно надеялся не проснуться, но, в общем, у меня не было ни отравления, ничего не было вообще, я просто с утра проснулся, и, ну, окей, ну, то есть, не изжоги ничего, я же не знаю, что там за таблетки, я выпил, ну, в общем, проснулся целый, здоровый и живой, вот, а есть люди, которые, ну, вот, немножко подготавливаются посерьезнее, чем я к таким мероприятиям, и многие подростки из-за вот этого невероятного давления, когда ты дома тебя не принимают, когда тебя не принимают дома, ты приходишь в школу, скорее всего, ну, вот, как у меня это было, я же, я же признался своей маме, вот, а уже через несколько дней отчим выгнал меня из дома, и я ходил в школу, в школе, конечно же, я был закрыт, в школе началась травля, вот, ну, то есть, это все же передается, когда ты в подавленном состоянии, там, да, люди ищут какого-то человека, который будет таким мальчиком для битья, вот им стал я, и в итоге не дома, не в школе, меня никто не принимал, меня избивали на улице, и вот именно в таком состоянии находятся подростки, дети, гомосексуалисты, тогда не было вот этих всех сериалов Sex Education, которые, которые ты смотришь, ты понимаешь, я человек, я просто такой, так, это нормально, не было себе, там, фильмов художественных, там, типа, с любовью, с любовью Саймон, по-моему, да, посмотрите, с любовью Саймон, просто про подростка, который, который в какой-то момент, там, у которого родители не знают о том, что он гей, и там есть сцена о том, когда родители узнают о том, что он гей, и они спрашивают его, сколько месяцев, когда, когда это произошло, он говорит, там, то ли три года назад, то ли три месяца, и они такие, у них слезы наворачиваются на глаза, они говорят, и ты все это время от нас скрывал, как же тебе было тяжело все это время, ты скрывал такой важный момент в своей жизни, и обнимают его, ну, в общем, и когда ты смотришь это, у тебя слезы льются непроизвольно, потому что ты понимаешь, что есть семьи, которые просто принимают ребенка своего таким, какой он есть. Казалось бы, что какое отношение имеет Россия ко мне, я Беларусь, да, ну, мы прекрасно понимаем, в каких отношениях находится правительство Беларуси с правительством России, и что это завтра может переброситься в полном-полном ключе, в полной мере на Беларусь, и, конечно же, я понимаю, что это касается и меня, и у меня есть друзья, да и вообще, как огромное количество людей, которые на сегодняшний день, в этом всем им будет необходимо жить, ну, будем предельно сейчас открыты в том, что закон еще не приняли, да, но его внесли на рассмотрение, да, и мне непонятно, ну, как бы, кто эти люди, которые его принимают, потому что все мы прекрасно знаем, что и в Госдуме есть огромное количество геев, и зачем это все, зачем это, ну, это же лицемерие. В общем, такая новость, да, я достаточно полно рассказал свое мнение на этот счет, сейчас я хочу поговорить о новости, которая произошла в Америке. Верховный суд США отменил конституционное право на аборт после отмены решения по делу Роу против Уэйда. Что такое Роу против Уэйда? Это историческое решение Верховного Суда США относительно законности абортов. Является одним из наиболее политических значимых решений в истории Соединенных Штатов, которое было отменено. Суд постановил, это в прошлом, что женщина имеет право прерывать беременность по собственному желанию, до тех пор, пока плод не станет жизнеспособным. Это что значит жизнеспособным? В контексте данного решения под жизнеспособностью подразумевается автономность, способность существовать вне материнского организма, в том числе при медицинской поддержке. Примерным сроком достижения жизнеспособности является 28 недель, 7 месяцев. Впрочем, порог может быть снижен до 24 недель. На поздних стадиях беременности аборт может быть осуществлен только, если сохранение плода представляет опасность для матери. Эта норма установлена решением по делу Долл против Больтона. Основанием решения послужило право на неприкосновенность личной жизни, проистекающая из статьи о справедливом суде. В июне 2002 года решением по делу Добби Джейсон Women's Health Organization Верховный суд США постановил, что Конституция США не предусматривает право на аборт и Штаты вправе регулировать эту сферу самостоятельно, отменив решение по делу Роу против Уэйда. И в этот же день, через несколько минут после обнародования решения Верховного суда, Генпрокурор Штата Миссури подписал закон о запрете абортов. То есть, в тот же день запрет на аборт вступил в силу также в штате Южная Дакота. То есть, в двух штатах из 33 в США в один день был сразу внесен запрет на аборты. Что, конечно же, понесло за собой протесты, что сложно, конечно, представить в данном случае в России. Если ты пойдешь с протестами, то ты будешь вне закона. Здесь же, так, 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 да, о вероятном присмотре дела Роу против Уэйда стало известно в начале мая, когда онлайн-издание «Политика» «Политика», да, опубликовало копию проекта решения Верховного суда США. После этого по стране прокатилась волна протестов против запрета абортов. «Тема абортов является одной из наиболее спорных во внутренней политике Соединенных Штатов. Республиканцы выступают за их запрет, демократы поддерживают их легальность». Так вот, президент Байден сказал о том, что это трагическая ошибка. Президент США Джо Байден назвал решение Верховного суда США об абортах трагической ошибкой. Это решение основано на экстремальной идеологии и отняло у женщин США конституционное право. Это говорит президент. Сказал Байден в пятницу в Вашингтоне. «Здоровье и жизнь женщин этой страны теперь находятся под угрозой», предупредил президент. Ну, во-первых, что хочется сказать сразу. То, что есть такой даже мем. Я видел там, значит, видео, там, на видео изображена луна днем. И написано «Вау, это луна днем, ее здесь не должно быть». И дальше подпись. «Точно так же, как и не должно здесь быть мнение мужчин о запрете абортов». Это я сразу, как такая маленькая ремарочка скажу, что я, наверное, не имею права рассуждать о запрете абортов. Но перед тем, как у меня позиция достаточно выгодная в этом плане, поэтому как раз-таки демократическая, да, в России бы назвали бы это либеральной, я думаю, позиция. У меня демократическая все-таки позиция. Я как раз-таки против запрета абортов. То есть я поддерживаю возможность осуществления подобных ситуаций по решению женщины. Во-первых, что в этой ситуации мне действительно вызывает восхищение, это то, что решение Верховного суда одно, решение президента другое, и решение президента никаким образом не влияет на решение Верховного суда. Но это говорит все-таки о демократии, да. Огромное количество протестов, да, это говорит о демократии. Каждый штат вправе сам принимать решение теперь, да. Мне безумно, конечно же, жаль, да. Я сам все-таки живусь в штате, в котором гей-отношения являются нормой, да. Не в каждом штате это так. Так, например, если вы поедете в Техас, я уже не знаю, сейчас не помню, как там, насколько на законодательном уровне. Сейчас мы загуглим, вот, например, в Техасе. Вот. Американские СМИ насчитали 8 штатов, в которых существует запрет на гей-пропаганду. Вот. И, кстати говоря, тоже широко критикующийся. Это вот какие штаты. Алабама, Аризона, Луизиана. Вау. Это я был в Луизиане в детеншине. Миссисипи, Оклахома, Южная Каролина, Техас и Юта. Ну вот. Давайте сразу прочитаем эту статью, я думаю, вам будет интересно. Издание отмечает, что американские запреты хоть и несколько слабее российского, однако все они в той или иной степени затрагивают права геев. Так, в Аризоне запрещены рекламные изображения, преподносящие гомосексуальные отношения в качестве положительного альтернативного образа жизни. Кроме того, даже нельзя намекать детям на то, что есть безопасные методы однополого секса. В США Юта под запретом находится защита гомосексуализма. Защита... Опа. В штате Техас учителя в школах обязаны предупреждать детей, что гомосексуализм не является приемлемым для широкой публики образом жизни. Кроме того, уставы штатов Алабамы и Техаса обязывают разъяснять детям, что гомосексуальное поведение – уголовное преступление. И это при том, что декриминализация гомосексуальности произошла еще в 2003 году. Замечает издание. Эксперты газеты напомнили, что в 2002 году Соединенные Штаты проводили зимние Олимпийские игры в одном из этих восьми штатов Юте. Критикам российского антигейского закона они посоветовали сосредоточиться на изменении подобных законов внутри своей страны. Ну, критикам российского антигейского закона они посоветовали сосредоточиться на изменения подобных законов внутри своей страны. Ну, в общем, что хочу сказать. Вы видите, да, в США все в этом смысле тоже не супер гладко, да, но 8 из 33 штатов – ну это что-то. Да, и то же самое касается в данном случае и запрета на аборт. В России, кстати говоря, в этом смысле все лояльнее вот насчет этой темы. Оно внегласно, внегласно есть определенный запрет. Ну, внегласно, не поощряется, да, но аборты в России разрешены законом и входят в систему обязательного медицинского страхования. Прерывание беременности может совершаться по желанию женщины на сроках до 12 недель, по социальным показаниям на сроках до 22 недель, а также по медицинским показаниям на любом сроке. Ну, то есть, плюс-минус. Что я хочу сказать? Я, конечно же, не поддерживаю запрет на аборты, хотя бы потому, что сейчас, может быть, это прозвучит дико, но я знаю, что будучи у моих родителей возможность получения контрацепции, скорее всего, меня бы не было бы на свете. И более того, я хочу сказать, что я считаю, что в случае моей конкретной семьи появление ребенка было максимально необдуманным, максимально... Ну, то есть, я не знаю, вот для того, чтобы сдавать на права, люди учатся там в вождении несколько месяцев, сдают там экзамены, сдают вождение, да, для того, чтобы стать родителями, воспитывать человека. Люди не сдают никаких экзаменов, и понятно, почему это происходит. Это происходит для повышения демографического положения, да, то есть, чтобы людям там было кому защищать там, да, страну, вот эта вся военная история. Конечно же, стране выгодно для того, чтобы появлялись новые люди. Ну, и поэтому возникает определенного рода там информационная такая, да, в общем, информационный фонд, при котором позиционируется, что у каждой семьи, там, в каждой семье должен быть деятель, вяжел, чем больше, тем лучше, никто не объясняет, зачем, для чего и почему. Ведь никто не задумывался о том, зачем государству нужно, чтобы у тебя были дети, по большому счету. Какое право государство имеет, в общем, в принципе, интересоваться, сколько у тебя детей, кто они, чего они, кем они являются и так далее. А тут тебе речь про то, что еще и запрещают их рожать, в смысле, еще и запрещают их, ну, то есть, еще и запрещают аборты делать. Не знаю, зачем это нужно Америке в данном случае, вот, да, я провел параллель с точки зрения в России, вот, там, то, что нужны, нужда повышения рождаемости, там, в связи с военными действиями, то вот в Америке с чем произошло вот такое кардинальное решение, которое пока принято не во всех штатах, к счастью, я не могу сказать. Мне кажется, что, конечно же, это решение каждого конкретного человека, и я против того, чтобы вот такие судьбы, как моя, когда ты растешь в безденежье, когда ты растешь, когда тебе не могут обеспечить твое качественное, качество твоего образования, когда тебе не дают, в общем, да, когда твои родители оказываются не готовы к тому, что у них ребенок гей, то есть, да, ну, то есть, не интеллектуально, не морально, не, там, не материально, да, для того, чтобы, условно, отправить его в другую страну, вот, если уж такой родился, да, и если они понимают, что ему будет в этой стране жить тяжело, то, в принципе, родители могут помочь этому ребенку переехать в другую страну, чтобы он был счастлив, не обязательно переезжать сами, вот. Вот, это называется ответственность, да, ответственное, ну, то есть, ответственное материнство, да, отцовство, в общем. Что же мы видим, да, огромное количество семей, в которых тоже, кстати говоря, вот смешно, что ведь многие же люди в России были воспитаны, да, есть такая шутка, в однополых семьях, мамой и бабушкой. Вот в моей семье именно так и было. То есть, я тоже вырос, в принципе, в однополой семье. Считать ли это пропагандой, прошу прощения, гомосексуальных ценностей или отсутствия... Как это можно назвать вообще? Когда ты... Здоровая семья, это пропаганда здоровой семьи? Что это вообще? Точно так же и вот с женщинами, которые рожают детей, не знаю... Я просто помню, смотрел интервью с Нателлой Крапивиной, я не знаю, в каких она отношениях сейчас, с певицей Лободой, все еще продюсера, уже нет. Но эта дочка миллионера, и она говорит, рожайте, рожайте детей, рожайте детей, даже не думайте. Вот всегда, когда вот как-то все, вам все появится, вот родите детей, вам все дадут, все появится. Вот я вот тоже у меня, она говорит тоже, что у меня ничего не было, когда я была беременна. Но вот как только родилась, когда только родила, сразу откуда-то там появилась какая-то помощь, все нашлось. Ну, конечно, когда ты дочка миллионера, у тебя, наверное, что-то найдется. У моей мамы после того, как она родила меня. Ничего не нашлось. Потом она еще и родила мою сестру, и у нее тоже ничего не нашлось. То есть, и она выбрала стать матерью только для одного ребенка, а меня отдала бабушке на содержание. Поэтому, честно говорю, что да, окей, я родился, я вырос, и я, цель моей жизни стать ответственным по возможности родителям и завести детей тогда, когда это будет безопасно, когда я пойму, что я могу быть, ну, то есть, что я могу дать то, что детям необходимо, качественное образование, да, все необходимые там для жизни, в общем, вещи. Поэтому, кстати, такая тема получилась, да, достаточно связанная. Эти два вопроса оказались вполне весьма связанными. Ну, и как вывод можно сказать, что нет ничего однозначного ни в Америке, ни в России, да. Везде есть свои спорные вопросы. Другое дело, что если в Америке это принимается в каких-то штатах, то в России это повсеместно. И мне кажется, что нужно в данном случае, если в США у тебя есть весьма высокий уровень достатка, и ты можешь себе позволить контрацепцию, то, ну, всякие случаи бывают. Согласитесь, случаи разные бывают в жизни, разные абсолютно. Случаи, когда контрацепция не помогает. Бывают разные случаи. То в России с этой рождаемостью высокой уровень бы еще этого образования бы подтянуть. Потому что я честно скажу, что пока я не переехал, когда я впервые, пока я впервые не оказался в той же Мексике, я думал, что во всех странах религия против гомосексуализма. Я в этом был уверен. Ну, просто потому что я этого не гуглил, я этого не знал. Я знал, что браки разрешены в разных странах гей-браки. Но я думал, что религия везде одинаково негативно к этому относится, вне зависимости от того, что браки есть. Оказалось, что это не так. Оказалось, что в Мексике в гей-клубе ты можешь увидеть икону. И это будет абсолютная норма. В США точно такая же ситуация, когда религия, Бог принимает тебя любым, если ты человек, если ты любишь по-настоящему, если ты хочешь воспитывать детей, дать им любовь и ласку. В общем, пофилософствовали. Тема неоднозначная. Я рад, что высказался на эту тему. Обе темы для меня важны. Вот. И, конечно, решение какого-то прям итогового нет. В общем, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Будем еще рассказывать, понравилась ли вам новостная рубрика. Будем продолжать. Что, где, как, какие темы вас интересуют, о чем поговорить. И мои соцсети также в подписи. Если вам понравился выпуск, можете задонатить мне. Буду благодарен. Мне поддержка финансовая сейчас очень нужна. Я напомню, что я из неблагополучной семьи, благодаря чему я в 34 года все еще, все еще, ищу, и пытаюсь, да, выживать. Но на пути, на пути. Все будет хорошо. Увидимся. Увидимся завтра. Это был Сергей Ульянов. Пока, вселенная. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok